Мужские игры Зимеля Владимир Владимирович Я горжусь этим Да мы все этим гордимся А что нам делать Мы же не Зимеля Владимирович Так что гордись знакомством со мной Да я и горжусь Я же и не скрываю Зачем мне это скрывать Конечно я не только с тобой горжусь знакомством Я вот еще с Шнуром знаком Он же вроде тоже ваш Зимеля Ты и Шнуром Но тем не менее Ты скажи ты в детстве Ты когда маленький был играл с Владимир Владимирович Что с прости Ну а как Сколько Витя лет на твой взгляд С дядей Вовой вполне мог играть Нет Дядя Вова в тот момент когда Витя рос По моему где то в районе штази ошивался Нет я с Владимир Владимирович Он не так долго ошивался Я с Владимир Владимирович Чай пил Очень шапочно знаком Не чай пил нет Но в то время когда он был Замом Анатолия Александровича Собчака И впоследствии руководил его предвыборной компанией Соответственно мой Батяня уже был там состоящейся звездой Ленинградского телевидения И соответственно город был маленький Так он и есть маленький Ну он в общем так сравнительно небольшой И в общем на какой-то На какой-то Я уж не помню Это были выборы по-моему 96-го года На каком-то случайно я оказался в мероприятии Я уже учился в институте И тогда там видел Путина Даже там по-моему с ним здоровался за руку И так далее Но тогда это был человек Ты не мыл с тех пор я надеюсь Нет а я абсолютно конечно нет Конечно нет Так что можно сказать впрямую Что по теории Шести рукопожатий Ты знаком с президентом Просто вот Ну практически вот Лично Через одного Как бы тебе сказать Витюня Я конечно очень горжусь знакомством с тобой Ты должен просто помолчить Так ты должен осмыслить эту информацию Да я это осмыслил Проблема заключается в том Что я с президентом знаком лично и без рукопожатий Поэтому как бы Вот так вот вышло Вот видите Вот видите Померились ребята Рубрика называется Померились Не минутку Чем бы нам помериться Я отдаю пальму первенству Вите Потому что я же не земель Владимир Владимирович Землячество есть такое понятие Скоро у нас Витя станет преемником Владимира Владимирович Я не сомневаюсь Да и тогда ты запоешь по-другому А как что мне остается Конечно Кстати говоря Иначе ты меня Ядрёно бомба-то Ты знаешь я стану преемником Только исключительно из-за того Чтобы посмотреть на это Вот как ты птичка запоёшь Запою да А что я уже заранее начал примириваться Как я помогу тебя С сладким апельсиновым госзаказиком Ты понимаешь Нет это не ко мне Например на поставке На поставке апельсинов Из твоего сада В школу Одинцовского района Москвы Ну или какого-нибудь любого другого Он преемником еще не стал а госзаказы А это питерская А я формирую электоральную базу Питерские больше всего на свете любят раздавать госзаказы Желательно причем не свои Ну то есть это нормально Мы знаем Пока не свои Они все питерские считают госзаказы Пока не свои Не хочешь госзаказы Сиди без госзаказа Вот и все Я без да Я лучше так Ухом к двери Так что ты хотел у меня еще спросить Я хотел у тебя спросить Как твои дела Мои дела неплохо Или ты хочешь меня выгнать Нет А сам коротко прерваться Горди У тебя еще есть полторы минуты На то чтобы Поцарить Цари Я молчу А что ты замолчил Я молчу Можешь молча царить что ли Ладно короче говоря Продолжайте У вас наверняка масса всего интересного Ну вот например Слушатели в легком шоке От информации Про отмену масочного режима В Беларуси В Испании тоже В 22 году в марте Отменяют масочный режим Слушай а какая сейчас ситуация Видимо вслед за Лукашенко В Испании Да Да ну Кончился вроде как коронавирус Ну все то есть Как бы все По крайней мере Ну видимо Его нету Болеют Болеют Заболевают очень мало Помирают еще меньше А сколько смертных сейчас в стране Ты не видел Ну вот вчера по-моему 10 человек А на пиках какая была 18 А на пиках какая была Тысяча была Тысяча была Да По нашему Давно было Это было в прошлом году По-моему еще То есть рестораны открыты Кафе открыты Театры открыты Стадионы полные Да 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 Ну не знаю я на стадионы Ты же знаешь Я небольшой фанат По-моему стадионы уже полные Ну то есть Не Ну внешне никаких проявлений Кроме того что В магазинах надо ходить в маске А по улице не надо А народ соблюдает Соблюдает Носят В магазинах носят Понятно Ну во первых там Эти продавцы говорят На день Ну потому что их Могут оштрафовать полиция Не продавцов А магазин А так Ну носят Да уже все привыкли на самом деле Никому не мешает Слушай а какой процент Вакцинированных Восемьдесят двумя компонентами Ага Ну еще кто-то одной То есть фактически А еще кто-то и переболел Не 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 смотри Переболевших всех прививали Одной очень мало Потому что уже просто кончились Те люди которым больше 12 лет Ну то есть всех вакцинировали Вот поэтому на самом деле Там один от двух Отличается по-моему на пол процента То есть уже Новых прививающихся практически нет Потому что больше просто некого прививать И довольно многих уже трех компонент Третьим компонентом привили Вот у меня жену например Так как она в зоне риска Привили третьим компонентом Ну собственно говоря Результат в цифрах смерти Ну по крайней мере пока Результат вот так вот В цифрах выглядит Посмотрим что будет дальше Так все Витю отправляем отдыхать Да Витя Ну уже пора отдыхать Устал Друзья до понедельника С Виктором Набутовым прощаемся Хороших выходных Ребята Тебе тоже Витя Оставайтесь под серебряным дождем Мужские игры с Никитой Неболицким Так ну мы продолжаем Для Ютьюба Да мы продолжаем Меня глубоко потрясло Выступление товарища Путина На форуме Валдай Просто я в отрыв впал Надо заметить Потому что Я первый раз в жизни вижу Чтобы человек говорил Правильные слова Но делал из них Такие неправильные выводы У меня такое ощущение Что он специально это делает Или те люди Которые ему выводы делают Делают специально Но я чуть попозже поговорю О конкретике Но в общем и целом Я просто в отрыв впал Ну то есть Понимаешь Вот это вот реально Человек говорит Ну вы же все знаете Что 2 и 2 будет 5 Ну вы все знаете Что будет 5 Вот точно будет 5 И не 5 быть не может Потому что будет 5 Ну вот Вот на таком вот уровне И Это просто удивляет То есть Некоторые вещи Ну на самом деле Декларативно Он озвучивает правильно Что действительно Ну правда человечество Мотнулось куда-то В сторону Гипертолерантности И вот этот вот Либеральный фашизм Возникший Я имею ввиду С борьбой с точками зрения То есть Никаких вопросов Человек может быть Там феминистка Или там я не знаю Убежденным сторонником Сыроедения Там я не знаю Ну все что угодно Но когда Кто-то другой говорит Там я считаю Что сыроедение Это плохо Его тут расстрелять За то что он имеет Такую точку зрения Ну как-то это очень странно На самом деле Я понятно У Трио естественно Никит Мне бы было куда интереснее Если бы он поговорил Про обратную ситуацию Которая происходит у нас В стране Так я про это и говорю Понимаешь Во-первых Такое ощущение Что вообще не особо Интересует Что происходит у нас в стране Потому что Он больше все О большом и светлом А про нашу страну Он как-то не особо говорит А во-вторых От того что От того что он Чего-то такое говорит Ты понимаешь Ничего же не меняется Ну то есть Ну действительно же Бредешник Когда пишут Для Производителей Кинофильмов В Голливуде Памятки о том Сколько там должно быть Людей с темным цветом кожи Сколько там должно быть Людей там Я не знаю С изменившимся полом И еще что-то такое Это бредешник конечно Но С другой стороны Когда у нас Сажают людей За то что у них Точка зрения Отличная точка зрения Власти на то Как в нашей стране жить Да я во-первых Хочу поговорить Вот я начал Во время перерыва Говорить о валдайских Этих выступлениях Владимира Владимировича Путина Меня очень сильно Слышало их вообще Живьем Ну разумеется Никитушка А как тебе Как тебе умилила Мне понравилась Моя цитата Которую Владимир Владимирович Понятно что он Наверное меня не слышал Это случайно получилось Но тем не менее Смешно Когда он стал говорить О том что Нельзя запрещать прививки Потому что Законы изобретают Тысячи человек А как их обойти Миллионы Поэтому обойдут Но больше всего Меня умилил Его вывод О том что все Прививаются спутником А потом покупают Прививки себе Афазеры Вот ты знаешь Людей которые привились С фазером И купили прививки От спутника Я знаю много Прям вот лично знаю А вот людей Которые себе Купили прививку От фазером Я что-то ни одного Не знаю Смотри Вот мы сегодня тоже Меня конечно Страшно покоробило Действительно Есть такая штука Но это знаешь Это социологическое Скорее явление Что в России Кричат Нежелающие прививаться Пустите иностранные Вакцины И значит Будем прививаться Тогда в полном объеме То же самое Есть определенный ряд Людей Живущих в Европе Которые говорят А вот пустите все Тоже И русский спутник На рынок Тогда будем прививаться Не-не-не-не Они не так говорят Купку справок Не Во-первых Справка Я абсолютно убежден Справку нельзя купить Потому что Смотри У меня есть товарищ Здесь вот в Испании Знаешь Вот есть такое понятие Деловар Вот есть люди Которые Жучки они еще называются Которые вот умеют Всякие Выкруживать вещи Там интересные И он действительно Профессиональный деловар Он для банков Это делает Там всякие Ну Какие-то госпрограммы Еще что-то Ну такой профессиональный Много народа работает Человек 60 наверное В конторе Адвокатов И я тут как-то ехал И увидел Удивительные совершенно Номера на машине Ехал человек У него на машине Был номер 400 Ну с буквой И 400 Я никогда таких Не видел в жизни Я даже не думал Что такие бывают В Испании нельзя купить Вот знаешь Номер Вася 1 То есть тут номера просто Я к нему приехал Говорю Слушай Я хочу такой номер Вот мне вот все равно Сколько он стоит Зачем? Я хочу такой номер Не знаю У меня не было никогда такого Вот прикольно Он мне говорит А нельзя Я говорю Ну слушай Ну как нельзя Ну вот Ну нельзя никак Вот никаким способом нельзя Вот никак Я говорю Потому что 400 Он говорит Нет вообще никакой нельзя Вот какой есть Такой есть А вот На заказ нельзя И вот это же касается Этого самого Во-первых Я что-то не видел Тут никого Кто хотел бы Покупать Эту Наоборот Люди очень хотели Прививаться Потому что Никто не хочет болеть Все понимают Что когда ты лежишь Там болеешь А не тусишься На пленях Испанцы они не очень Проработали Ну не в массе Но в общем И целом Никит Никит Речь в данном случае Я-то говорю Именно про людей Это русскоязычные Бывшие наши сограждане Русскоязычные наши сограждане Ищут сейчас себе Самоидентичность С точки зрения Каким образом Объяснять Почему они боятся Привиться Ну это же как-то Ну уже совсем Не комильфо Говорит Что я там Боюсь вакцины И вот эти все Аргументы Они тоже не очень Прокатывают Потому что на них Давно уже ответы дали И они придумывают Себе такую формулу Я их могу понять Потому что Ну как Если человек Вот не хочет Прививаться А его заставляют Ведь так же и получается Ведь на самом деле Прививаться заставляют Общественным мнением Там я не знаю Вот этими ковид-паспортами Да Которые как бы Вроде как И не нужны И не обязательны А с другой стороны Все понимают Что в общем В какой-то момент Вдруг могут сказать Что вот без ковид-паспорт Куда-то там не пустят Например То есть Получается Что вот если человек Выстроил себе Некую систему Я не поддерживаю Этого человека Я категорически против этого Но человек имеет право На точку зрения Любой Даже антипрививочник Вот он выстроил себе Эту стройную систему А его прям через коленку Перегибают Естественно Он пытается Вот каким-то образом Лавировать И придумать себе Отмазку Причем Приличную Вот при произнесении Что типа Я не прививаюсь Не потому что Вот не хочу прививаться А потому что Вот пускают только фазер Значит это вот Ну или там модерну Или там астрозену Я не знаю что там еще Это вот потому что Вот лоббизм есть И вот я против лоббизма Поэтому не прививаюсь Потому что против лоббизма Это вроде как звучит прилично А боюсь Что мне в руку укол делают И мне бобов будет И я с детства боюсь прививок Это как-то вроде звучит неприлично Опять же Я не осуждаю образом, потому что, ну, люди все разные, действительно, есть целая категория людей, которые вот долго пребывали вот в этой огромной орбите, которая существовала уже многие годы, потому что прививки вообще опасная штука, что их вообще не надо делать, ну, ведь такая действительно точка зрения бытовала, и довольно широкая точка зрения. И вот человек жил, ну, и бытует, да, вот человек жил в этой точке зрения многие годы, и вдруг вот с бухты-барахты вот так случилось, что ему теперь деваться некуда, а не все умеют, я уже это говорил, переобуваться на ходу, как наш коллега Соловьев. Но это сложно, это определенно психологию надо иметь. Вот люди себе находят такую, я, например, есть приятель, один очень близкий, один из очень, ну, прям умнейших людей, которых я знаю. Вот так вот получилось, что когда начался коронавирус, только-только начался, и объявили пандемию, он стал вот говорить, что все это ерунда, что никакого пандемии нет, никакого коронавируса нет, вот всю эту вот историю, и вот все это ерунда. Но потом, так как он не слепой, он же видит, что происходит. У него получилась ситуация, что либо нужно, а он публичный человек, либо нужно прилюдно сказать, ребята, я был неправ, я со своим всем биологическим образованием, а у него действительно биологическое образование, ну, вот так вот мимо промазал, либо нужно отмолчаться. Вот он сейчас отмалчивается, при этом он вообще не отвечает на вопрос, когда ему задаешь, вот, а как, собственно, Грома, ты... Вообще он молчит на эту тему, но при этом сам он привился уже тремя компонентами. С хихоньками, хахоньками и прибабахами, ну, вот он так вот. Ну, действительно, это непросто для людей вот так вот взять из одного состояния агрегатного, перейти в другое. Поэтому, как бы, я бы не осуждал тех людей, которые вот так говорят. Ну, понимаешь, в чем дело? Когда президент страны говорит, ну, очевидную всем ересь и очевидно совершенно, что происходит ровно наоборот, и что он с больной головы валит на здоровую, то это как-то странно, потому что вариантов два. Либо он нас умышленно обманывает, что, кстати говоря, вряд ли. А думаю, что, скорее всего, ему просто так докладывают. Ну, то есть покупают в прививке, там, эти бумажки. Кто покупает? Иностранцы. Совершенно для меня очевидным было подтверждением выступления его на Валдай, что наш президент живет исключительно черпая информацию из докладов. Ну, да, из папочек. Причем у него даже на эту же тему Юлия Латынина в свое время писала. У него книжка такая была «Не время для славы». И там было объяснение, почему он живет информацией из папочек. Потому что интернет, он безадресен. А тут есть конкретные генералы, которые папочку готовили. Если они, типа, налажали, то, вот, типа, есть кого привлечь. Ну, понятно, генералы это тоже же понимают. Поэтому они лажают в следующий раз, в следующий раз. В результате возникает такой вот снежный ком непонимания происходящего вокруг. Ну, еще, конечно, я хочу тебе сказать, что это возмутительно. Вот эта вот фраза о том, что там сколько-то придумывает, но миллионы купит. То есть признание самого факта, что это продается в таких количествах, покупается, продается. Он же, подожди, он признал факт, что это продается за границей в таких количествах. Нет, ну, это... А у нас нет. А вот они все, а я вот не такой. Ну, нет, тут другое меня... Понимаешь, то, что он признает факт того, что у нас есть коррупция, ну, как, а кто ее... А как-то вообще можно не признавать. Даже когда они ловят такого какого-нибудь очередного губернатора с 22-мя часами, полученными от какого-то там поставщика лекарств, то, ну, это же тоже есть факт признания коррупции. Это как раз нормально. А вот то, что он пребывает в какой-то странной реальности, ну, или рисует пребывание в такой странной реальности. Сложно сказать уж, кто это знает, что на самом деле он думает. Просто, ну, удивительно, но ведь там известно же, что когда-то всякие шейхи и эмеры, значит, выходили в народ инкогнито для того, чтобы понять, что происходит. Может, он все-таки инкогнито в интернет когда-нибудь вот выйдет и посмотрит, что вообще в мире делается. Сейчас даже не надо как принц и нищий переодеваться и куда-то это самое. Ну, как зачем? Ну, для того, чтобы, в общем, понимать, чем ты рулишь. Он рулит жизнью там 146 или сколько там у нас народу есть человек. Нет, Никита, подожди. Для того, чтобы вот это, да, зайти в интернет, чтобы понять, надо сначала прийти к мнению, что ты, может быть, чего-то не понимаешь. То есть, понимаешь, должно сначала закраться сомнение, что, а может быть, я что-то не понимаю, понимаешь? А он уверен, что все знает. Нет, ну ты уж как-то его совсем примитивливаешь. Он все-таки, ну, не... Это же не... Дело не в примитивизме, а дело в том, что вокруг него создали реальность, с которой он с огромным удовольствием согласился. Ему там комфортно. Это очевидно. Зачем ему выходить из нее? Но рефлексия связывается на всем людям. Она иногда всех посещает. Не всем, Никитушка. Да всем. Просто вопрос, насколько часто она посещает. Некоторых это посещает там 100 раз в день. А некоторых... А них только на смертном адре. Вот так. Смотри, такой комментарий от нашего слушателя Олега. Вы знаете, пишет Олег, русская хтонь наложилась на русский фатализм. И мы все в разной форме и в разном диапазоне это практикуем. Горит сарай, гори и хата. И власть потакает этой склонности. 21 год добилась смеси сермяжного недоверия, пофигизма, культивируемой предопределенности. И вот этот ад развернулся на наших глазах. Сейчас, конечно, никто не сможет сломить тренд недоверия, если только кто-то свалит со сцены истории, а он не уйдет. И поэтому в этих отношениях недоверия и ненависти будем жить. Люди не видят будущего, не ценят жизнь ни свою, ни чужую. Слушай, ну знаешь, на самом деле, вот это совершенно правильно наш слушатель пишет глобально. Олег, как всегда, браво. Да. Но есть одно обстоятельство, которое меня давным-давно очень сильно напрягает. Знаешь, мы как-то с моим другом Димой Тульчинским, это много лет назад было, сидели и пили кофе в кофемане на площади Восстания, знаешь, там там напротив высотки. Это давно было, я не был в 12-м, что ли, году. И Тульчинский мне не в 13-м. Он неожиданно говорит, вот там, типа, видишь, Путин хромает, он телевизор показывал. Это у него, типа, рак спины, и вот, типа, он тяжело болеет. И я себя представил на секунду даже в тот момент. Ну вот хорошо, ну люди ж смертные. Ну вот умер Путин. Ну, теоретически. Ну вот это казалось, разговоры, что он болеет, ходят всю жизнь, что он вот сидит у должности. Помнишь, помнишь это, как в гардемаринах Бестужев плохо выглядит, он последние лет 20 плохо выглядит. Да-да-да, вот это примерно то же самое. Вот, но на самом деле, вот если вот в таком авторитарной системе, как у нас создано, собственно, это описано в литературе уже многократно было. Когда неожиданно сменяется ориентир, то, ну, происходит вообще непонятно что. То есть начинается борьба за власть. Вот в этом смысле Туркменистан единственный, исхитрился проскочить, где, значит, сначала сидел один баши, а потом его сменил его личный доктор, после того, как этот баши неожиданно сделал кря. Вот. Но у нас не до такой же все-таки степени. И у нас желающих сделаться баши, их ведь много. И они будут очень сильно возражать, если какой-то другой баши сделается баши. И поэтому вот процесс этого разбашивания, оно может длиться очень долго. Это очень неприятно для народа население будет, для нас, для всех. Мне кажется. Поэтому, как бы, вот такая мысль вот меня регулярно посещает, с одной стороны. С другой стороны, у нас власть настолько далеко все отъезжает крышей уже постепенно, что чем дальше влез, тем толще партизаны. И как бы смотришь на все на это и думаешь, ё-моё, ну они же вроде взрослые люди. Они же как-то вот дожили до своих вот этих сидин 60-ти, сколько ему там, 7 или 8 Путина, я уж не помню. Я не считаю. Ну, сколько-то прилично. Никит, я не считаю, я жду. Или 10, может быть. Ну, тут как бы это прям... Ты не китаянка или час? Не-не, я в этом смысле, да. Я сижу на берегу реки в данный момент. Да, жёлтой реки, вот ждёшь. Ну, да. Ну, в общем, на самом деле, страшно даже себе представить, что будет, если они каким-то образом не разрубят эту ситуацию с преемником. С другой стороны, учитывая, что ходят слухи о том, что у него много двойников, мы, в общем, можем даже и не узнать, что что-то произошло. Вообще, меня, конечно, не устают поражать эти разговоры о преемнике при условии того, что у нас... Что он никуда не принимается. Политиками... Нет, у нас же декларируется, что Россия... Россия чуть ли не последний островок настоящей демократии. При этом мы продолжаем обсуждать преемника. Ребята, какой преемник? Вы чего? Не, ну подожди секунду, минуточку. Смотри, тут же можно это по-другому рассматривать. В принципе, это права, действительно, это дичь какая-то. Но, с другой стороны, вот смотри, есть некий курс власти, который устраивает определённый процент населения. Мы не знаем, какой, но он есть этот процент. Он довольно значимый. Ведь так же, даже вот 6% вам с набатом говорит, что не хочет, чтобы было как в Париже. Это вот. Их устраивает, значит, так, как не в Париже. И этот процент населения должен иметь себе, ну, некого, ну, скажем так, ориентира, на которого они будут, за которого они будут голосовать. Вот имеется в виду, что власть скажет, вот, собственно, я, типа, властью ухожу на пенсию, буду огурцы выращивать или капусту цветную, а вот вместо меня будет, ну, там, например, ну, кто-то нас может быть, ну, Володин, например, какой замечательный человек. Ну, или, там, Турчак. Ну, в общем, там есть варианты, кого можно назвать преемником. И вот, типа, соответственно, эти люди, которые вот голосуют за Путина, потому что их устраивает курс, а не потому что, в общем, больше нет за кого голосовать, с их точки зрения, или потому что, там, боятся, например, проголосовать за того, за кого, правда, хотят проголосовать, то вот они, типа, будут за этого чувака голосовать, и в этом смысле преемник. То есть они-то имеют в виду, видимо, это. Но вряд ли уж так нагло попирают основы демократического... Почему? Почему вряд ли? Хотя, в общем. Что сегодня у тебя какой-то оптимистичный взгляд, да, на все происходящее? Не-не-не-не, у меня философский взгляд на все происходящее. На самом деле, я давлюсь я на небо, дай думку угадаю. Вот, чему же я не сокил, чему же не летаю. Так как бы вот, я вот смотрю на все на это и думаю, ё-моё, кто бы мог подумать лет 10 назад, что вот такая вот погань будет? Ну, не знаю, мне кажется, лет 10 назад-то уже можно было что-то подобное. До такой степени? Ну, честно говоря, нет. Вот, честно говоря, нет. Ну, вот, понимаешь, даже никто особо не удивился, что посадили Навального. Он так вот абстрагировавшись от ситуации, человек проходил под условным сроком из трех там своих лифт, ну, абстрактная цифра, называют с потолка первое, что пришло в голову, 364 дня. В последний день его хлоп, и еще на три года. Ну, то есть, он же тянул вот эти три года условно-то все это время. Он же не со срочкой приговора, как бы, он же вроде условно. И это же дичь какая-то, когда его сажают в последний день на три года, а еще пока он сидит, говорит, сейчас мы тебя еще намотаем. И открывают еще пачку уголовных дел. Да, причем, так как первое намотали вообще по непонятной причине, то есть, ничем не мотивированное. Можно предположить, что намотают второе, третье, четвертое, 24-е, ну, и так далее. Ну, как бы, и мы вроде как все это нормально воспринимаем. То есть, я еще раз повторяю, я небольшой сторонник Навального, но, вне зависимости от того, Навальный, это там, я не знаю, Ходорковский, который тоже мне не чтобы очень симпатичен, учитывая то, что я знаю о его деяниях до того. Там, ну, не важно кто, там, вот этот чувак, который, популист, который из коммунистического вот этого фракции, на П как-то его фамилия, он тоже что-то с ним сделал нехорошее. Ну, наши слушатели, наверняка, знают. Ребят, конец недели, да, подъем в 4 утра, уже головой не соображает. Да, очень публичный, популистский чувак тоже. Кто понял, кого не кричит? Платошкин, вот, Платошкина, я имею в виду. Вот, Платошкина этого тоже. Притом, что, опять же, как политически, он мне никоим образом не близок. Ну, как и предыдущие двое. Но то, что с ним происходит, абсолютное безобразие. Ну, просто безобразие. Так не должно быть в современном мире, в 21 веке такое не должно быть. Но есть. Ну, я тебе больше того скажу, в общем, про Белоруссию в голову не приходило, что вот дойдет до того, до чего дошло. То есть, понятно было, что Лукашенко, в общем, скажем так, не очень умный дядя, как бы мягко и порядочный. Но что вот до такой степени это все дойдет, ну, тоже как-то в голову не приходило. Однако дошло, и из этого можно сделать вывод, что дальше, собственно говоря. Что дальше, Фима, что дальше? Друзья, плюс 7903-797-6333. Кстати, у вас есть какие-то версии? Вот прогнозы ваши? А действительно, Никита... Да, вообще, как это все будет устроено? Как вы, как-нибудь что-то вы себе формулируете? То есть, вот мы седем с Дашей в эфире, а там сзади открывается дверь, приходит человек в дешевом костюме с несвежим дыханием и желтыми зубами и говорит, как тебе по отчеству? Александровна. Дарья Александровна, постановление на ваши аресты... А за вами вообще вон из белорусского КГБ уже выехали, точно говорю. Это да. Друзья, мы продолжаем видеотрансляцию на канале Серебряного Дождя в YouTube. Ваши сообщения ждем на плюс 7903-797-6333. Субтитры создавал DimaTorzok